В эфире Самарский телевизионный вестник, студия Дарья Добровольская. Здравствуйте! Новая волна заболеваемости коронавирусом в регионе может начаться уже после февраля, считают специалисты. По словам главы регионального Минздрава, инфекцию нельзя недооценивать и всегда нужно иметь запас ресурсов. Сейчас система здравоохранения настроена на реверсивный режим работы. 5000 перепрофилированных под ВКВД коек вернули в штатный режим. Это хирургические, терапевтические, психиатрические отделения. Но в любой момент эти койки опять могут понадобиться. Специалисты отмечают, пандемия имеет циклический характер и волнообразное течение. При этом каждая следующая волна оказывалась более серьезной, чем предыдущая. Так, если в прошлом году максимальное количество развернутых коек в ковид-госпиталях достигало 5,5 тысяч, то в этом году уже 8,5 тысяч. На амбулаторном этапе годом ранее максимально находилось 12 тысяч человек, в этом году до 35 тысяч. В Самарской области уже в январе начнут вакцинировать подростков от коронавируса. Об этом рассказал глава регионального Минздрава Армен Бинян. Прививки будут делать детям от 12 до 17 лет. Несовершеннолетние этой возрастной категории отнесены ведомству к приоритету третьего уровня. То есть, их будут вакцинировать в последнюю очередь после людей старше 60 лет, медработников, людей с хроническими заболеваниями, жителей городов-миллионников, работников в сфере обслуживания и студентов. Важно отметить, вакцинация подростков от COVID-19 будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя. В Самарской области выявили еще 419 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего новых пациентов в Самаре – 171 человек, 157 в Тольятти, 20 в Орском районе. 385 человек обследованы с диагнозом небольничная пневмония и ОРВИ. 34 выявлены при проведении профилактического обследования лиц, не имеющих клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали 199 251 случаи заболевания коронавирусом. Большинство полностью выздоровели. Накануне из медучреждения региона выписано 1325 пациентов. Увеличилось и число тех, кто так и не смог побороть опасный вирус. За все время наблюдений жертвами COVID-19 стали 6236 наших земляков. Только за минувшие сутки скончались еще 19 человек в возрасте от 49 до 86 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. Постоянные перебои с отоплением и горячим водоснабжением С такими проблемами никак не могут разобраться жители 6-го дома по улице Силина. По их словам, управляющая компания лишь обещает помочь, но вопрос не решается. Подробнее расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Так, вот открываем кран горячей воды. Нет ничего совершенно. Все. Вот батареи. Полотенцесушитель. Холодные. На газовой плите дежурит чайник и кастрюля. Например, мыть посуду холодной водой, говорит пенсионерка, невозможно. Вот и приходится кипятить ее литрами. А чтобы искупаться, кипяток нужно нести до ванной комнаты, что тоже нелегко. Утром я рано встаю. Значит, я ставлю чайник, естественно, потому что нужно и умыться, и все. Сейчас же это летом, она более теплая, а зимой. Мне вот, например, тяжело, потому что я человек больной, инвалид. Мне очень тяжело. Перебои с горячим водоснабжением, говорят жители, начались уже неделю назад. В один из дней на несколько часов воду включили, а потом вновь перекрыли. По каким причинам, непонятно. По словам жителей, никакой помощи от управляющей компании до сих пор нет. Позвонила, они, значит, заявку вашу приняли. Как заявку приняли? Вы должны в курсе дела, знать, без всякой заявки, что у вас полностью стоят нерабочие. Значит, естественно, надо что-то делать. Ну ладно, к вечеру, наверное, сейчас работа, к вечеру. Все, до конца, смотрю, нет. Люди надеются, что на их проблему все же обратят внимание. Впереди новогодние праздники, и хотелось бы встретить их в нормальных, комфортных условиях. Дмитрий Павлов, Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. Необдуманный обгон, ДТП в Красноярском районе и дорожная авария с погибшим. Подробнее об этом расскажем в обзоре происшествий. Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП в Кенель-Черкасском районе. Авария произошла около трех часов дня, 28 декабря, на автодороге Самара-Бугуруслан. По данным ГИБДД, 18-летний водитель Вазовской Гранты не справился с управлением, и машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Рено и Шкодой. В результате ДТП погибли три человека. Это водитель и пассажир отечной легковушки, а также 36-летняя пассажирка Шкоды. Еще два человека получили травмы. Их доставили в больницу. Два человека пострадали в результате дорожной аварии в Красноярском районе. ДТП произошло около девяти вечера, 28 декабря. По данным полиции, 20-летний водитель Вазовской Приоры не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии пострадали два человека. Это 18-ти и 52-летние пассажирки легковушки. За медицинской помощью они обратились самостоятельно. Один человек погиб в результате ДТП в Сергиевском районе. Авария произошла около девяти вечера, 28 декабря, на автодороге Урал-Сергиевск-Человершины. По данным ГИБДД, при выезде на главную дорогу, 50-летний водитель Нивы не пропустил автобус. Столкновений избежать не удалось. В результате ДТП предполагаемый виновник скончался на месте. По факту аварии проводится проверка. С хорошим настроением и выздоравливаешь быстрее. В этом теперь уверены маленькие пациенты больницы имени Ивановой. В гости к ребятам пришли сразу шесть новогодних волшебников. Причем главным их атрибутом были не посох и мешок с подарками, а альпинистское снаряжение. Подробности далее. Заходить через дверь для волшебника как-то не солидно, посчитали студенты-спасатели. Поэтому, вооружившись альпинистским снаряжением, примерив бороды и костюмы Деда Мороза и Снегурочки, решили появиться эффектно – спуститься с крыши. Эмоции самые позитивные. Приятно видеть радость детей. В такой ситуации им, мне кажется, больше всего нужно, чем в обычные дни. И на душе стало очень даже тепло. Оказаться на больничной койке, особенно в преддверии праздника, ситуация не из приятных. Особенно для детей. На днях шестилетнему Егору сделали операцию, удалили аппендикс. Все прошло успешно, и сейчас герой идет на поправку. Но вот домой очень хочется. Утомительные ожидания скрасили новогодние волшебники. Строение нормальное. Как себя чувствуешь? Уже получше маленько. Мы в восторге от этого мероприятия. Спасибо вам огромное, что проводите такие мероприятия. Это очень поддерживает детей. Мы очень рады. Это неожиданно, это приятно. Спасибо большое. По словам докторов, положительные эмоции напрямую влияют на ход выздоровления. Организовать пришла идея спасателям, конечно. То есть они позвонили, предложили нам такую акцию. Мы с радостью согласились. Очень им благодарны, потому что выстроили настоящий праздник больницы. Довольны и персонал, и, безусловно, дети. И я так думаю, что это большой вклад в копилку выздоровления. В преддверии праздника моральных сил придали новогодние волшебники. А вот за физическое здоровье своих маленьких пациентов ежедневно отвечают врачи. Ежегодно в стационаре детской клинической больницы имени Ивановой пролечивается почти 16 тысяч детей. Проводится порядка трех тысяч операций. И многие, кому их уже сделали, совсем скоро будут выписаны. Отправятся домой встречать Новый год. Таря Добровольская, Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. Когда мечты сбываются. Более 700 детей из неблагополучных семей получили новогодние подарки. Пожелания ребят исполнили представители волонтерского движения «Активисты Добрые сердца» в рамках акции «Письмо Деду Морозу». В этом году география акции значительно увеличилась. Волонтеры выезжают в отдаленные районы, дарят подарки и проводят мастер-классы. Исполнить детскую мечту и присоединиться к акции смогли все желающие. На этот раз волонтеров поддержали представители региональной федерации «Панкратиона». В своих письмах главному волшебнику дети просят немного. Настольную игру, диск с мультфильмами, чехол для телефона или наручные часы. Мы в сентябре месяце начинаем готовиться к этой акции. Мы приезжаем с бланками, с нашими письмами Деда Мороза. Детки пишут эти письма, заполняют бланки, передают нам. Мы все это публикуем в наших соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте. Потом сами приезжаем с группой волонтеров, с нашими дарителями на вручение. У нас в этом году очень география расширилась. У нас Хворостянка, Пестравка, вся область в принципе. Чапайск, получается, Малая Талкая, тут школа-интернат, осинки. И что самое важное, когда приезжаешь, такие вот Малая Талкая, осинки, они говорят, неужели вы до нас доехали, к нам вообще никто не приезжает. Военнослужащие ЦВО поздравили воспитанников детского дома «Созвездие» с наступающим Новым годом. Военные организовали для ребят праздник и привезли к ним Деда Мороза и Снегурочку. Правда, для этого они выбрали необычный вид транспорта – бронеавтомобиль «Тигр». Дети водили хороводы вокруг елки, загадывали желания и пели песни. Продолжилось веселье выступлением военного оркестра. Музыканты исполняли разные мелодии на духовых инструментах, а военнослужащие вручили детям новогодние подарки. Но на этом веселье не закончилось. Военные исполнили необычные желания, ребят. Дети попросили прокатить их на бронеавтомобиле «Тигр», на котором приехал главный новогодний волшебник. Желание исполнилось. Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды, интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите наши новости на канале YouTube, на ваших экранах QR-код, сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.